В среду днём в жилмассиве на противдорожной клинической больнице полицейские задержали нетрезвого водителя, который в соседнем дворе совершил ДТП и скрылся с места аварии. Она произошла возле 38-го дома. Маневрируя на парковке, мужчина задел Тойоту Спасио. Её хозяйка находилась на работе и узнала о произошедшем только после звонка сотрудников ГИБДД. Автоинспекторам же о том, что по колодку катается нетрезвый шофёр Кресты, сообщила очевидец. Он был неадекватный. Она видела, что он пьяный. Она подошла к нему, попросила, чтобы он вышел из машины или хотя бы отъехал. И хотела забрать у него брелок, но он его заблокировал. Она не смогла забрать у него брелок, чтобы он вообще не ехал. Он стал двигаться. То есть он был неадекватный, она не могла с ним справиться. И она говорит, мне реально стало страшно. Женщина оставила записку хозяйке Спасио. 45-летнего шофёра полицейские задержали во дворе 40-го дома. Это был тот случай, когда человек решил ехать, потому что не мог ходить. Десять-десять. Присядьте, присядьте, присядьте. Не-не-не, все нормально, все нормально, все нормально. Тест на трезвость будете проходить? Да, легко. Мужчина плохо ориентировался в пространстве. Трудно было представить, каким образом он вообще смог дорулить до соседнего двора. Он всё порывался куда-то ехать. А где движуха? А движуха-то нехала. Тест на трезвость мужчина прошёл со второго раза. А, дуй. Продолжительно, продолжительно. Не сильно, а продолжительно. Ещё маленько. Во, стой. Прибор зафиксировал сильную степень опьянения. Для неё характерны нарушения моторики и спутанность сознания. Водитель уже лишался прав за нетрезвую езду в 2010 году. Единственный очевидный плюс в этой истории – наличие страховки у виновника аварии. Причинённый ущерб хозяйке Спасио выплатит страховая компания, которая потом в регрессном порядке взыщет деньги со своего клиента. С места происшествия Анна Карпова и Александр Савчук. Продолжение следует...